ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Порог задолженности по штрафам ГИБДД, транспортному налогу и многим другим платежам, при котором гражданин лишается возможности отправиться за границу, повышен до 30 тысяч рублей. Прежняя сумма – 10 тысяч – актуальна для алименщиков и некоторых других категорий должников. Кроме того, упрощена процедура снятия запрета на выезд. Это при соблюдении ряда условий может быть сделано в течение одного дня. ТРАССА СТО ОДИН Иностранные автокомпании, работающие в нашей стране, попросили российское правительство не повышать с нового года акцизы на машины с двигателями мощностью 200 и более лошадиных сил. Если это произойдет, сообщает «За рулем», налоговая нагрузка на предприятие вырастет на несколько сотен миллионов рублей. Стоимость автон поползет вверх, а объемы производства уменьшатся на 10-15%. Рост акцизов, добавлю, запланирован проектом бюджета страны на следующие три года. Ранее власти приняли решение об увеличении акцизов на бензин с 1 января и с 1 июля 2018-го. ТРАССА СТО ОДИН В Мурманской области на одном из участков автотрассы провели эксперимент. Дорожную разметку нанесли не белой, а желтой краской. Благодаря этому, говорят чиновники, линии станут более заметными и ночью, и в непогоду, и в теплое, и в холодное время года. Если это подтвердится, разметка желтого цвета появится на дорогах всей страны. Для этого нужно будет снимать с нее статус временной. ТРАССА СТО ОДИН КИА анонсировала выпуск нового кроссовера для России. Скорее всего, в его основу ляжет модель РИО. У машины модифицируют кузов, установят дополнительную защиту и другие элементы. Моторы новинка позаимствует опять-таки у РИО. Это стасильный агрегат объемом 1,4 литра, либо объемом 1,6, мощностью 123 лошадиные силы. Предположительно, авто получит название X-Line. Компания Nissan разработала покрытие для руля и сидений, определяющее, достаточно воды в организме водителя или нет. Материал реагирует на пот. Если его нет, система дает шоферу рекомендацию немедленно употребить жидкость. Обезвоживание, заявляют японцы, весьма опасная штука для тех, кто управляет машиной. Якобы при недостатке H2O водитель совершает столько ошибок, сколько бы он допустил, приняв небольшую дозу алкоголя. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА